В селе Жухархы-Ягинсу Урджарского района в ближайшее время построят два объекта. Один из них – двухквартирный жилой дом, второй – врачебная амбулатория. Планируется, что до конца сентября будет завершено строительство двух зданий, которые будут переданы для пользования населению. В этом году в нескольких селах Урджарского района ведется строительство жилья с охватом лиц, состоящих в очереди на жилье в рамках государственной программы. По району начато строительство более 40 домов, а в селе Жухархы-Ягинсу ведется строительство двухквартирного жилого дома. Его общая площадь составляет около 150 квадратных метров. В современном двухквартирном жилом доме – просторные комнаты. Это арендное жилье без права выкупа. Таким образом, вскоре те, кто состоит в очереди, получат собственное жилье. Здесь также предусмотрено 10 соток земли и сад. К домам подведено электричество, вода и тепло. Имеется все необходимое. До этого в районе было построено много домов. Ключи от них выдаются состоящим в очереди малобеспеченным и многодетным семьям, а также молодым специалистам, прибывшим в наш район. С апреля в селе ведется строительство врачебной амбулатории на 50 пациентов с дневным стационаром на 10 коек. Он будет введен в эксплуатацию в конце сентября. В современной амбулатории имеется все необходимое медицинское оборудование. Кроме того, будут установлены системы водоснабжения и канализации. Жители села рады новым начинаниям. За несколько лет в нашем селе было проделано немало работы. Все наши дороги асфальтированы. На улицах проведено освещение. С прошлого года начались строительные работы. Народ очень счастлив. Много чего строится. Прошел ремонт водопроводных труб. Осталось только их подключить. Много благих дел совершается, чему жители села очень рады. Государственная программа, реализуемая в селе Жогар-Га-Егенсу, способствует решению вопросов получения жилья и качественных медицинских услуг сельчанами. Благие инициативы по улучшению качества жизни населения будут продолжены и в ближайшие годы. Марика Мухтарова, Аслан Ерисипаев, Айдос Айткалиев, Телеканал Семей.